О начале военного парада возвестили трубы духового оркестра. Первая двинулась автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны. Их лица светятся радостью и гордостью за родную страну. И безграничная благодарность просыпается в сердце при взгляде на этих мужественных людей. Следом чеканья шаг по площади маршируют военнослужащие Анапского гарнизона, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, казаки Анапского районного казачьего общества. Великий праздник прочными узами связывает военное поколение с теми, кто родился после войны. Наследники города воинской славы, молодежь Анапы, гордо несет огромную георгиевскую ленту. В этом году впервые Анапа присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». В нашем городе она объединила около 200 молодых ребят. У каждого в руках портрет анапчан, погибших на полях сражений. Фотографии своих родных и близких предоставили семейных архивов жителей города, для которых память о прошлом – это гордость и основа всей жизни. Марш-парад проследовал по улицам Крымска, Ленина и Пушкина. Все внимание было приковано главным героем праздника – ветеранам. Анапчане встречали их аплодисментами, дарили цветы, благодарили за победу. Завершило шествие у сквера боевой славы. Напротив памятной стелла «Город воинской славы» весь день проходила выставка боевой техники. Ветераны вспоминали прошлое, молодежь изучала историю. Анапчане с неподдельным интересом рассматривали танки, вездеходы и пушки. Особое внимание технике уделили, конечно же, дети. Юных участников торжественных мероприятий было много, как никогда. Все дальше уходит май 45-го года, но все по-прежнему помнят, какой ценой досталась русскому народу победа.